МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В большей степени были разрушены. Скажите, на сегодняшний день все ли устранено? Сколько это потребовало денег, затрат и физических, и моральных? И хотелось бы уточнить, почему так произошло? Может быть, эти ремонтные работы, которые мы в школах проводим, в садах каждый год, выполнены некачественно? Почему такая ситуация произошла? Наверное, неправильно сказать, что разрушены. Да, большинство зданий, дошкольных и школьных образовательных учреждений, но подмыты на самом деле были, и крыши протекали, потому что ливень был аномальный, и такое явление у нас на Япске наблюдалось впервые за всю историю нашего города. И, безусловно, если брать то количество осадков, которое выпало, то хотелось бы сегодня тоже отметить, что выпала, по сути дела, полуторамесячная норма осадков из 76 выпала 95 мм. Поэтому, безусловно, то, что аномальный ливень он дал о себе знать, это сказано тоже. Если взять, например, вопрос, готовы или не готовы были к такому ливню, безусловно, наверное, никогда мы не готовы к погодным условиям, те, которые влияют на наши какими-то методами, форс-мажорными обстоятельствами. Капитальные ремонты были проведены, ливень лил 4 часа, и если брать, например, то количество осадков, которое выпало, то, наверное, этого и следовало ожидать. Ведь если брать почву нашу, то, к сожалению, песок у нас не схватывается, а песок имеет такую, скажем так, как пляжную структуру. На сегодняшний день все последствия, которые были нанесены этим аномальным явлением, я его назову таким образом, они все устранены за счет средств самих же учреждений. То есть дополнительного финансирования мы не выделяли, бюджетные учреждения сами справлялись с данной ситуацией. Родители участвовали? Родители участвовали только те, которые хотели принимать участие. Вы имеете в виду финансово? Финансово, да. Нет, финансово мы родителей не призывали к этому, потому что бюджеты муниципальных образований у каждого свои, и у кого-то находилась экономия из проведенных торгов, кто-то оптимизировал расходы, которые были предусмотрены на ремонты, и поэтому детей мы встретим, как положено, к первому сентября в нормальных, хороших условиях. Единственный момент, что хочется заострить внимание на состояние наших зданий, уже отойдем от этого ливня и последствий. К сожалению, очень многие объекты образования, их у нас 47, они 49 вернее, 47 у нас, в общем-то, подготовленных зиме, и подписаны акты приемки ввода после ремонтных работ, и готовы к новому учебному году. Два объекта у нас находятся на капитальном ремонте, это ручеек и золушка. Данные объекты, в общем-то, вернее, не данные объекты, а из этих 47 объектов, процента 80 объектов, это здания, которые имеют 25-30 лет, скажем так, длительность эксплуатации. Поэтому все данные объекты образования, они требуют капитального ремонта, и мы последовательно, на протяжении, вот я возьму срок своей работы, на протяжении, в общем-то, наших лет, когда мы рассматривали выделение денежных средств на проведение капитальных ремонтов, мы в первую очередь, безусловно, выделяли деньги на как раз вот объекты школьного и дошкольного образования. Порядка там 200-300 миллионов у нас, в принципе, всегда шло на капитальные, на реконструкцию, на капитальные ремонты и на те работы, которые необходимо провести было, помимо укомплектования оборудованием, например, там, да, текущие ремонты, капитальные ремонты данных объектов. Не все объекты, конечно, в таком виде, как хотелось бы, чтобы были новые, чтобы было новое оборудование, но, тем не менее, они все готовят к зиме, они все соответствуют стандартам и нормам, и, в общем-то, 1 сентября, вернее, 2 сентября ждут своих воспитанников к новому учебному году. Дошкольные образовательные учреждения мы не закрывали даже после последствий ливней, то есть все устранялось в свое время на оперативно и в срок. То есть говорить можно о том, что если бы все вот во всех образовательных учреждениях прошли капитальные ремонты, то есть вот этой ситуации бы и не было, которая была сейчас от этих подмывов и так далее, то есть не пострадали бы здания, правильно? Нет, дело в том, что, я не могу, конечно, однозначно сказать, дело в том, что в очень многих объектах протекали крыши, и вот этот сильный ливень, который был косой, прямой, вертикальный, он даже нарушил те жилые дома, в частности, я скажу просто за свою квартиру, у нас никогда ничего не протекало, у меня в квартире тоже была вода, сантиметров 10, наверное. То есть мы не можем говорить о последствиях, которые нам наносят, к сожалению, погодные условия, и каким образом мы можем быть готовы. На самом деле, конечно, в любом случае, при любых обстоятельствах, необходима просто-напросто оперативная работа и оперативное устранение всех-всех последствий, которые мы можем отжидать, вот либо от сильных снегопадов, либо от сильных дождей. Ну, а если будет аномальный снегопад, ноябрьский готов будет к нему? Вот уже, получается, у нас такой урок получился с дождем, а если снегопад аномальный, кто его знает? Я хочу сказать, что постоянно в боевой готовности, безусловно, находится руководитель, его заместители, а все то, что может быть, не дай бог, чтобы это было, конечно, то я думаю, что мы справимся с любыми снегопадами. Не дай бог такой ситуации, как вам в Русской области, мы с вами видим и наблюдаем действительно в этом году страшную ситуацию, по сути дела, по всей области. Мы не застрахованы абсолютно ни от чего, ни от каких-либо погодных условий, ни от катаклизм, поэтому будем надеяться, что все будет у нас хорошо, и с любыми последствиями мы будем справляться своевременно. А почему ливневки не сработали? Вот каждый год, как начинается весна, и в средствах массовой информации, да, и службы непосредственно за них отвечающие говорят о том, что вот началась расчистка, что ливневки готовятся. Почему в этой ситуации, в такой серьезной, они не сработали? Я скажу, что наоборот, наверное, ливневки сработали. Знаете почему? Потому что город строился без учета ливневых канализаций, да, и вот эти ливневые канализации, они построены, ну, может быть, без особой проектной документации, предусмотренные как раз вот какие-то склоны и уклоны. По ливневым канализациям мы ведем разговор уже давно, на протяжении двух лет, и хочу сказать, что на три микрорайона у нас заказаны проекты планировок, и они уже готовы, где учтены в том числе и устройства ливневых канализаций. Это микрорайон 1, микрорайон 2, Венгапуровский микрорайон и поселок Железнодорожников. То есть для того, чтобы устраивать ливневые канализации, которые будут соответствовать нормативам и требованиям, необходима, безусловно, проектная документация. То есть последовательность до проектной документации мы полностью дорабатываем и разрабатываем уже сегодня. Что касается 2013 года, то у нас по соглашениям с Сибором выделено 15 миллионов рублей, и на эти 15 миллионов рублей мы устраивали ливневые канализации на четырех улицах. То есть на те улицы, на которые у нас была проектная документация под устройство ливневой канализации. 1200 метров у нас ливневой канализации было дополнительно. Это улица Держинского, это изыскатели 48, Мира 75, еще одна улица, к сожалению, не помню, по-моему, тоже изыскателей. То есть 1200 дополнительно было у нас. Что касается вот по проспекту Мира, ливневая канализация, которая, в общем-то, у нас по хорошему счету, в принципе, было затоплено порядка трех-четырех мест на проезжей части. Это как раз вот те участки дорог, где идут низины. То есть с возвышенности жилых домов, кварталов, на дороге стекала вот эта вода. И понятно, что ливневая канализация, так как у нас среднемесячная норма осадков была в один и три раза меньше, то, безусловно, ливневая канализация, та, которая была, не справилась. Ну, в свою очередь, безусловно, что наверняка и дорожные службы где-то, мягко выражаясь сказать, прошляпили, потому что на самом деле ливневая канализация необходимо постоянно проверять, чтобы они находились в технически исправном состоянии. Потому что мы с вами наблюдали такую картину, что в этот ливень и тогда, когда уже были затоплены некоторые участки, дорожные рабочие прочищали ливневую канализацию. Но очень сложно сказать, не были ли они прочищены, потому что весь поток воды, он шел с грязью и шел с мусором. Поэтому, может быть, они забивались и, в общем-то, в период вот этого ливневого стока. Ну, а вообще, в целом, безусловно, процесс обустройства ливневой канализации – это один из самых, в общем-то, наверное, основных моментов, которые надо предусматривать и в генеральном плане, и при строительстве, и при внесении и распределении бюджета в инвестиционные программы. Потому что для того, чтобы все сделать как положено, на это надо год и время. Необходимо заказать проектную документацию, во-первых, землю подготовить, проектную документацию, и потом только устраивать. На все это требуется средство. Но я хочу сказать, что к 6 часам вечера, в принципе, я проезжала, и та ситуация, которая была у нас до 12, она была уже в более нормальном состоянии. Слава Богу, ушла вода. И, с одной стороны, слава Богу, вот те лесные пожары, которые, в общем-то, были на наших территориях, они были потушены. Поэтому, с одной стороны, может быть, и ливень, безусловно, он необходим был для того, чтобы стабилизировать ситуацию в природе. Ну, а нам доставил только лишних опытов, неприятностей и растрату нашего финансирования. Мы, Коля, уже начали с вами говорить об объектах образования. Хотелось бы поговорить про детские сады, вернее, об очередях. Вот как на сегодняшний день складывается ситуация по Ноябрьску? Как решается вопрос этот, если проблема действительно есть? Проблема, наверное, есть. Но, слава Богу, у нас на территории нашего города, она не такая серьезная и сложная, как в других муниципальных образованиях. Если взять очередность, то на сегодняшний день у нас порядка двух тысяч человек стоит на очереди. Из них детей от года до трех порядка полторы тысячи человек. То есть где-то 500 человек, это от трех до семи. И если исполнять поручение президента, то до 2015 года, в общем-то, все дети до семи лет должны быть обеспечены детскими садами. Мы неплохо справляемся с данной ситуацией, потому что у нас буквально уже готов и скоро будет сданную эксплуатацию детский сад на 120 мест. У нас разработана проектная документация, пройденная экспертизу детского сада на 240 мест. В восьмом микрорайоне у нас предусмотрено строительство детского сада на 240 мест. То есть, в принципе, нами составлены дорожные карты, и в рамках мероприятий дорожных карт по обеспечению детей детскими садами мы идем согласно намеченного плана. Такой особой ситуации сложной, я скажу, что у нас нет. Многие родители, безусловно, хотят устроить своих детей в те детские сады, которые находятся близко, возле своих жилых домов, но такой возможности не всегда появляется, такая возможность, и поэтому предлагаются детям детские сады в других микрорайонах. Транспортная схема у нас налажена, это не крупный город, в общем-то, не мегаполис, поэтому я считаю, что ситуация достаточно стабильна по детским садам. Давайте поговорим о дорогах, сколько денег выделено, что уже отремонтировано, что еще осталось отремонтировать, ну и что касается подрядчиков, насколько качественно работают, и как контролируется весь этот процесс. Дороги – это больное место, наверное, как, пожалуй, по всей России, но, тем не менее, хочу сказать, что в этом направлении тоже мы работаем. Почему? Потому что по прошлому году у нас выполнил достаточно большой объем, благодаря дополнительному финансированию, по нашему обращению Дмитрий Николаевич нам выделял денежные средства, и мы смогли отремонтировать большой объем дорог. В этом году ситуация немножко изменилась, к сожалению, но, тем не менее, если брать, например, дорожное хозяйство, то у нас 240 миллионов в бюджете заложено на обслуживание и капитальный ремонт дорог. 204 миллиона у нас в этом году было на обслуживание, вы же понимаете, что в любом случае дороги обслуживаются и зимой, и летом, сумма достаточно большая, и благодаря, в общем-то, нашему сотрудничеству, нормальному взаимопониманию с депутатами, и с бюджета, и с дополнительным финансированием, мы буквально в июне месяце выделяли на капитальный ремонт дорог, потому что планировали, что все-таки будут денежные средства, выделенные из округа. 63 миллиона дополнительно, то есть и денежные средства, которые были в июне месяце, поэтому дороги сейчас вот ремонтируются. Деньги, которые выделил опруг, нам хватило только на текущий ремонт. 3000 квадратных метров у нас проведен текущий ремонт, это устранение колейности, это заделка ям, выбоин, подсыпка обочин, то есть то, что в принципе требует, скажем так, безопасного движения в тех местах, которые уже были, потому что дороги были в достаточно критическом состоянии. И плюс дополнительно, вот мы в этом году делаем 4 улицы. 63 миллиона мы из депутатского фонда, вернее не из депутатского фонда, из бюджета, из дополнительного финансирования совместно с депутатами приняли решение, и порядка 23 миллионов нам выделило округ на капитальный ремонт дорог. Вот все, что у нас получилось, то есть это 4 улицы, которые сегодня еще находятся в процессе и в работе. Подрядными организациями, как всегда, в принципе, не очень довольна, потому что на самом деле, к сожалению, если брать, скажем так, технологию хорошего асфальтирования, она очень дорого стоит. И если брать ту технологию, которую предусматривают, например, в Сочи, либо в Ханты-Мансийске, то нам хватило бы, наверное, только на одну улицу. Поэтому, учитывая то состояние дорог, которое у нас есть, на торги выходят компании, которые находятся на территории нашего города. С одной стороны, это и наши люди, это и рабочие места для наших жителей. Но качество работ постоянно находится под контролем. То есть мы дирекцию муниципального заказчика постоянно терзаем, так сказать, по поводу проведения контроля за подрядными организациями. И, в свою очередь, тоже создана комиссия по приемке. В комиссию эту входят у нас и представители депутатского корпуса, представители дорожной инспекции, представители администрации по приемке дорог. В случае некачественного выполнения работ предъявляются штрафные санкции. Но, конечно, этого бы не хотелось. Хотелось бы все-таки качественное исполнение, потому что, на самом деле, если делать, то делать один раз и надолго. Но вот пока ситуация такова. Кроме этого, хочу сказать, что мы, что касается дорожного хозяйства, то у нас предусмотрено еще ограждение вот возле парогазовой электростанции, то есть там, где у нас спуски, подсыпка опасной спуски, подсыпка обочим, замена светофоров на более современные, такие по технологическим, в общем-то, требованиям, нормам, которые соответствуют современным условиям, и установка дорожных знаков. Работы много, достаточно большой объем был проведен по подготовке проектной документации. И, в принципе, если у нас будут денежные средства, мы уже готовы будем проводить капитальный ремонт дорог на будущий год. Ну вот Андрей Иванович Косяненко говорил, что если комиссия будет недовольна работой подрядчиков, то они уже все эти недочеты будут исправлять за свой счет, за свои средства. То есть правильно ли это? Я правильно понимаю? Абсолютно правильно, потому что в контрактах предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, и в случае, например, если будут какие-то недоработки, это уже было в этом году, потому что мы предъявляли претензии подрядным организациям, которые проводили капитальный ремонт в прошлом году, в этом году они за свой счет устраняли. Такая же ситуация будет и в следующем году. Единственный момент, что в любом случае, я хочу сказать, что интенсивность движения и транспортного потока в нашем городе, она достаточно высокая, она превышает любые нормы, поэтому и дороги у нас очень часто разбиваются. Очень много жалоб у нас поступало по дороге на промзону. На промзоне у нас проведен текущий ремонт. В планах, если будет финансирование, это я говорю, в общем-то, к сведению, для того, чтобы наши жители тоже понимали о нашем будущем состоянии дорог. В планах у нас уже подготовлен проект, который прошел экспертизу 216-го километра на промзоне железнодорожного переезда в двух уровнях. И я думаю, что если решится данный вопрос, там сумма порядка 500 миллионов на капитальный ремонт, реконструкции данного проезда, то тогда наша промзона тоже, в принципе, будет практически на процентов 70 соответствовать требованиями нормам, во всяком случае, нашим автолюбителям. А если говорить о безопасности на дорогах, вот это тоже вопрос от наших жителей, почему в городе не везде есть бордюры, особенно на более опасных участках? Что касается бордюров, я хочу сказать, что мы тоже данную работу мы ведем, и если брать прошлый год и этот год, у нас установлено 5000 бордюров по городу, то есть это 5 километров. Если кто-то этого не видит, я рекомендую проехать все-таки по тем дорогам, которые мы делаем, обратить на это внимание. В этом году мы установили порядка 200 метров бордюров гранитных, то есть это те бордюры, которые имеют длительный процент, длительную эксплуатацию, потому что в любом случае бордюры, те, которые у нас имеются в наличии, они бетонные, они разрушаются, приходится их менять, подкрашивать, а гранитные бордюры, они такие, скажем так, вечные, не вечные, но тем не менее, будут долго эксплуатироваться. Мы обордюриваем места, те, которые на самом деле необходимы и в городе, и для безопасности, и для эстетического вида. Это бордюровые островки, а те места в проезжей части, там, где идет большой поток движения, они обочины укрепляются щебнем. Там, к сожалению, бордюры не установишь, потому что на самом деле они будут, наоборот, создавать помехи в движении транспорта. Но работа эта ведется. Я с вами абсолютно согласна, что, во-первых, когда бордюры будут, это будет уже какой-то законченный вид дорожного полотна и создать безопасность и дорожного движения, ну и длительной эксплуатации проезжей части, потому что не будет разрушаться кромка дорожного полотна. Давайте поговорим о восьмом микрорайоне, как сегодня там обстоят дела, довольны ли вы стройкой, ну и каковы дальнейшие перспективы? Безусловно, я довольна там не только стройкой, но и довольна качеством работ, которые выполняет данная компания. Что касается сроков, то план ввода в эксплуатацию двух секций в этой компании был, по-моему, в 2014 году. В октябре этого года они планируют уже сдать две секции, то есть идут со сроком на опережение. Две секции, одна секция 404 квартиры, две секции это 808 квартир. В этом году они будут уже готовы к сдаче, как строительный объект. К сожалению, в этом году мы наверняка не сможем заселить наших жителей, потому что эти объекты будут проходить процесс регистрации в регистрационных органах, оформления технической документации, передачи в муниципалитет. Но я думаю, что это будет, может быть, ближе к мае месяцу следующего года. Может быть, раньше, пока по срокам не могу сказать, потому что данный микрорайон строится фондом жилищного строительства, и все процедуры оформительские, они будут зависеть от фонда. Но хочу сказать, что мы буквально, вот, наверное, месяц назад были там, проходили по квартирам, очень качественное исполнение, начиная там у сантехники, заканчивая входной дверью. Поэтому очень довольна, и все-таки на этот микрорайон мы возлагаем огромные надежды. И я думаю, что, когда мы будем заселять данные микрорайоны, мы все-таки вот тогда почувствуем уже оттеление из ветвого аварийного жилищного фонда, потому что то количество квартир, которое там будет, оно уже даст особые резонансы. И, наконец-то, наши жители переселятся из большинства аварийных домов. А вот буквально весной ходили разговоры, такие слухи, что стройку эту и замораживали, и как будто бы там коммуникации нет, сети не подведены. Вот как-то, может быть, вы опровергнете, подтвердите их? А коммуникации на самом деле, скажем там, недостаточно для данного микрорайона, но, тем не менее, по планам, то есть мы же развиваемся, мы же строимся. Для того, чтобы строить какие-то объекты, безусловно, они должны быть подключены к сетям тепловодоснабжения, канализации и так далее. В данном микрорайоне у нас планируется строительство котельной. Земельный участок уже выделен. Данную котельную будет строить «Энергогаз» на Аябрьске. Они участвовали в конкурсе по выбору земельного участка. Проектная документация у них на данную котельную тоже, в общем-то, готовится. Насколько мне известно, она должна проходить экспертизу вот сейчас. И два дома, а две секции, которые сейчас будут сдаваться, они подключаются по тем техническим условиям, которые соответствуют на сегодняшний день коммуникациям. А оставшиеся дома, они будут как раз вот подключаться уже под вновь созданную инженерную инфраструктуру. Поэтому в планах строительства инженерной инфраструктуры у нас есть. Это все планово. Пока все у нас входит в график производства. Со своей стороны мы, безусловно, тоже торопим и «Энергогаз», и наш отдел архитектуры, и «Земельчиков» для того, чтобы успеть все сделать своевременно. Что касается данного, в общем-то, микрорайона и данной инженерной инфраструктуры, то я хочу сказать, что благодаря сетям тепловодоснабжения, той котельной, которая там будет, у нас пойдет развитие как раз у девятого, восьмого, девятого микрорайона. Там же мы начинаем строить и Ледовый дворец, который у нас строится по соглашению с компанией «Газпромнефть». Эти же сети будут обслуживать и подключаться к девятому соку в девятом микрорайоне, который будет расположен напротив Ледового дворца. А там же у нас по генеральному плану идет строительство жилого фонда. То есть в любом случае это наша перспектива. Перспектива та, которая, наверное, все-таки говорит о том, что город развивается, город живет, и для дальнейшего эта инженерная инфраструктура просто-напросто будет необходима. Вот весна закончилась конфликтом с компанией «Руэнерджи Групп». Ни для кого не секрет. Вот что на сегодняшний день? Как развивается ситуация? Вмешалась ли администрация? Ведутся ли переговоры? Что там можно сегодня об этом говорить? Безусловно. Мы готовы были, в общем-то, и говорить с весны до настоящего времени, потому что на самом деле, конечно, проблема, она как таковая была, была обострена и весной, и летом. На сегодняшний день хочется сказать, что вот буквально до встречи с вами я встречалась с руководством данной компании, потому что меня обеспокаивает все-таки социальная напряженность, и жители наши беспокоят, те, которые, в общем-то, работают на этих предприятиях. Все-таки это те нефтяники, которые проработали по 20 с лишним лет, не говоря уже о тех, которые там недавно трудоустроены. А в любом случае, это, в общем-то, жизнь наших людей, наших жителей, она не может не беспокоить нас. Поэтому, как только данная ситуация, в общем-то, стала накаляться, ко мне на прием обратились работники, ну, в частности, предприниматели, которые работали в данных компаниях по договорам. Обратились профсоюзные комитеты, потому что ситуация начала как раз накаляться тогда, когда уже контракты заканчивались, и коллективный договор уже, в общем-то, надо было либо пролонгировать, либо заключать новый. А компания, к сожалению, бездействовала, но профсоюзные комитеты активно в этом направлении работали, и они обратились к нам. Поэтому данная ситуация у нас была поставлена на контроль в антикризисном штабе. Мы отрабатывали и с губернатором данную проблему, и с заместителем губернатора, и благодаря вмешательству губернатора и заместителя, в общем-то, наверное, все-таки дело было сдвинуто с мертвой точки. Что касается наших полномочий, то, к сожалению, мы не можем, безусловно, выше себя перепрыгнуть, и мы работаем и оказываем помощь только в пределах своих полномочий муниципалитета. Нами проведены были, в общем-то, собрания, совещания с профсоюзными, лидерами профсоюзных комитетов, с жителями, с предпринимателями. Мы проводили консультацию и помогали гражданам обращаться в суд, то есть писать исковые заявления. Мы встречались, вернее, налаживали контакты, какие-то взаимодействия с компанией «Мроэнерджи», с «Газпромнефтью». То есть в любом случае данная ситуация была на контроле. И если брать, например, ситуацию на сегодняшний день, то вот сегодня я встречалась с представителем, представитель, в общем-то, заверил меня, что в планах развития данных компаний ни в коем случае банкротить они не собираются. Все предприятия, которые входят в структуру «Мроэнерджи», находятся на территории нашего города. Хочется в это верить, потому что, в принципе, мы все-таки рассчитываем на то позитивное и на перспективное будущее. Поэтому, что касается, например, выплаты исковых заявлений и кредиторам, то, по-моему, 22 миллиона уже выплачено кредиторам по исковым заявлениям. По-моему, 6, я могу ошибиться в цифрах, но, во всяком случае, порядка 15 исков уже рассмотрены в суде. Из них определенное количество удовлетворено полностью, некоторое количество частично. Это то, что касается предпринимателей и компаний, которые работают у них на подряде. Поэтому данная ситуация также рассматривалась, кстати, на антикризисном штабе в округе. Под руководством председателя антикризисного штаба Владимира Владимировича он знает, наверное, досконально, как и что можно ожидать от таких компаний. И на сегодняшний день мы держим руку на пульсе и хочется верить в то, что все-таки все должно быть нормально. В случае каких-то, например, непредвиденных обстоятельств мы будем знать ситуацию и будем пытаться каким-то образом совместно с округом, с правительством, с губернатором, а с компанией «Газпромнефть» решать данный вопрос. Ну, там же, что касается выплат, заработной платы и так далее, это подрядчики и подрядчики были. А вот именно те люди, которые на предприятии сам работают, их больше всего волновал коллективный договор. Что там самые основные пункты, которые ранее были в пакете, они были исключены. Вот сегодня он уже подписан, договор, а вот желания людей там учтены или нет? На некоторых предприятиях договоры подписаны, некоторые предприятия подписали с протоколами разногласий. Безусловно, те социальные выплаты, которые были у нефтяников, они исключены. Их немножко меньше, может, не немножко, может, и намного меньше социальные выплаты. Но, тем не менее, какие-то социальные гарантии профсоюзные комитеты смогли отвоевать у компании «Роэнерджи». Кроме этого, представитель компании мне сказал, что задержки заработной платы у них нет на сегодняшний день. По той ситуации, которая сложилась, по задолженностям, они пытаются вырулить и выйти на ноль. Даже какая-то премия обещана людям к дню работников медициной и газовой промышленности. Поэтому, безусловно, то стабильная, наверное, обеспеченность, которая была в компании «Газпромнефть», она вряд ли сегодня будет. Но, тем не менее, для нас, наверное, самое главное, чтобы все-таки выплата заработной платы была своевременна. А те социальные гарантии, которые предусмотрены коллективным договором у «Нефтяников» и «Газпромнефти», наверняка у сервисных компаний уже тоже не будут. Потому что, на самом деле, это бизнес и частные компании, они, наверное, все-таки заинтересованы в доходах по своей линии. Но, тем не менее, все, что мы можем, такую помощь мы оказываем в рамках своих полномочий. Я повторюсь, потому что, на самом деле, не всегда получается так, как ты хочешь. Есть законы, есть обстоятельства, которые складываются в соблюдении законодательства. Сегодня жители города видят, что преображается, украшается и сам город, его улицы. Появляются там и на столбах цветы, бабочки и так далее. Вообще, чья это идея, как давно она начала воплощаться в жизнь и каковы дальнейшие планы в этом направлении? Что касается благоустройства, то, на самом деле, конечно, у меня такое желание, и мне приятно, что это желание поддерживают, в общем-то, мои коллеги и жители нашего города. А хочется создать, наверное, жизнерадостный город. Город, где люди будут друг другу улыбаться и радоваться всему, что они видят. Для этого, безусловно, серость и песок, она скрадывает эту жизнерадостность. Потому что то бесконечное количество работ, которые требуется выполнять по содержанию дорог, по обустройству тротуаров, по ремонту крыш, по капитальному ремонту жилых домов, теплосетей. То есть можно все денежные средства, конечно, вкладывать именно вот в эти работы. Это те работы, которые будут бесконечны, потому что сети изнашиваются, дома приходят в некодость и так далее. Но, тем не менее, хочется жить сегодня и хочется так, чтобы в наших детях все-таки воспитывался элемент эстетики, наверное, элемент какой-то нравственности, красоты, чтобы жить в красоте и, как я сказала, жизнерадостно улыбаться друг другу на улицах. Поэтому стали возникать и на столбах бабочки, цветы. Мы стали оформлять, разработали концепцию оформления нашего города к праздничным датам и мероприятиям. Мы стали создавать скверы. В общем-то, разработали концепцию по созданию благоустройства и приданию облику нашему городу в рамках элементов благоустройства, таких, как декоративно-архитектурные какие-то скульптуры. То есть, за прошлый год, благодаря рабочей группе, инициативе наших жителей и, в общем-то, депутатскому корпусу, при совместной нашей такой работе, в общем-то, мы проводили мониторинг, учитывали пожелания всех слоев населения и приняли такое решение, что необходимо создавать концепцию благоустройства. А в данный момент, в общем-то, мы уже видим элементы данной концепции, которые нашли свое воплощение, потому что принято было решение воплотить все-таки идеи наших местных художников, скульпторов в жизнь на территории нашего города. Где мы это могли сделать? Безусловно, в скверах, то есть в местах отдыха, которых у нас, к сожалению, было очень мало. Любимое место детские парки, любимое место был фонтан, то есть там, где пропадала основная часть населения. Хотя у нас территорий достаточно много, где можно обустроить скверы, дворы, там, где можно проводить время. Вот, в частности, монументально-декоративная композиция у нас «Ямал», ЗАГС, «Вечная любовь» и «Белые медведи» стали первыми ласточками в реализации данной концепции. К концу лета, я думаю, что у нас уже будет готово благоустройство прилегающей территории к ЗАГСу. Ямал мы тоже закончим. Ну и, безусловно, будем все это развивать в дальнейшем. Поэтому благоустройство города – это, наверное, не только бабочки на столбах. Это чисто так для того, чтобы была какая-то все-таки радость нашей жизни. На самом деле, если честно, откровенно сказать, то бабочки были приобретены в детский парк. То есть было предложение компании из Санкт-Петербурга, их композиции на столбы, на оформление города к праздничным датам. И вот эти бабочки, попугаи и голуби были приобретены для детского парка. Я уехала в командировку, но к дню города мы приобрели другие конструкции. Это вот наше дерево – счастье цветное, да, из цветов. А потом композиция, которая стоит у нас возле нашей пчелы. А директор муниципального заказчика вывесила на столбы эти бабочки. И я, когда приехала с командировки, честно сказать, сразу разозлилась. Я думаю, завтра будут же немедленно снимать, потому что все было предусмотрено для детского парка. Я прихожу домой, я открываю интернет и читаю Жанну Александровну. Спасибо огромное, так красиво эти бабочки, бабочки на столбах. Я приехала с работы, одна женщина написала, что у меня поднялось настроение. Потом второе сообщение, в общем-то, я думаю, так, ну пусть тогда висят. И в принципе, они, по-моему, неплохо прижились. Хотя и критика была некоторых наших жителей по поводу бабочек, по поводу скамеек, по поводу, в общем-то, облагораживания благоустройства. Но я считаю, что критика это только тех, кто действительно не видит той красоты, которую надо замечать. Критика тех людей, которые не отдыхают на этих скамейках. А скамейки это тоже элемент благоустройства. Те же урны элемент благоустройства. Ну и в конце концов, то санитарное состояние, которое мы сегодня достигли в городе. Конечно, оно не стопроцентное, как хотелось бы, но, тем не менее, мы сегодня с вами видим и можем, в общем-то, наверное, с гордостью сказать, что менталитет наших людей меняется, и все-таки город стал чище, согласитесь со мной, чем были два года назад и даже в прошлом году. Потому что то количество мусора, которое мы убираем на субботниках, оно все равно уже меньше. Ну и это как раз вот, наверное, то, к чему надо стремиться. Мы должны жить в городе и радоваться этой жизни, и радоваться каждому укромному местечку в нашем городе. Потому что на самом деле красивым кажется то, на что смотришь с любовью. Ну, вы уже сказали о скульптурах, но понятно, что у людей тут же возникает вопрос, и пошли сразу разговоры на содержание этих скульптур. Достаточно много денег уходит, что там вот, например, у нас есть такая информация, что отремонтировать памятник уже до вокзала стоит порядка 700 тысяч рублей. Что значит отремонтировать памятник, которого нет? То есть памятник мы сегодня только установили. А может быть... Содержание само имеется в виду? Нет, я не знаю, 700 тысяч рублей. Ну, это как эти цифры, говорят люди, то есть она же не просто так всплывает. Ну, я хочу сказать, что люди у нас очень много говорят, да, абсолютно безоснованно. Данный памятник возле ЖД вокзала, ведь мы его только установили, только поставили. Содержать его еще никто не содержал. Мы обустраиваем там как раз вот зону отдыха для людей. То есть площадочка та, которая прилегает к тротуару, и эти дорожки, которые выстраиваются, вот они, может быть, входят в эту стоимость, а обслуживания, безусловно, нет. 700 тысяч рублей – это не та цифра, которая идет на обслуживание данного, в общем-то, памятника. Ну, ни для кого не секрет, одна из таких тоже ситуаций в городе, что у нас все управляющие компании «Энергогазноябрь» находятся в стадии банкротства. Как муниципалитет оценивает эту ситуацию, и какая работа ведется со стороны властей местных? В стадии банкротства, ну, еще не банкроты. Управляющая компания одна находится, по-моему, в стадии конкурсного наблюдения, и одна компания тоже, то есть еще банкротами не объявлены. Если брать ситуацию и беспокойство, в том числе и наших жителей, по поводу какого-то снижения жизнедеятельности нашего города, то даже если эти предприятия будут банкротными, это не повлияет на жизнедеятельность города, потому что поставщиками энергоресурсов являются другие компании, те компании, которые поставляют, в общем-то, ресурсы в наш город. Что касается управляющих компаний, то на смену одной управляющей компании приходит вторая управляющая компания, которая еще не банкрот. Но вообще я хочу сказать, что управляющие компании недорабатывают у нас. Почему? Потому что в любом случае контакта с жителями не налажено. И мы это видим при каждом обращении наших жителей по каким-либо проблемным вопросам. Управляющая компания, в соответствии с жилищным кодексом, она должна управлять жилым фондом. То есть те договора, которые управляющая компания подписывает с квартиросъемщиками, они должны все-таки выполняться и исполняться, как положено. Потому что жители платят коммунальные платежи, которые предусматривают как раз расходы на содержание управляющей компании. И даже если брать во внимание человеческий фактор специалиста, работника управляющей компании, то он тоже желает лучшего. Очень часто мы по обращению граждан комиссионно выезжаем на квартиры. И порой наблюдается такая картина, что некорректное обращение жителям, несмотря на то, что еще и никаких устранений и замечаний не было выявлено. То есть претензии поставляют жильцы, управляющие, управляющие жильцам. Хотя это неправильно. Поэтому если рассматривать, например, управление жилым фондом, то я все-таки сторонница создания товарищества собственников жилья. Почему? Потому что товарищество, оно всегда прозрачно. И там легче отчитаться перед жителями. Кроме этого, жители у нас не могут понять, потому что, к сожалению, мы не изменим ту систему, которая у нас была по государственному жилому фонду. И управлять государством уже не будет. Закон есть закон, и закон на обратной силы не имеет. Требовать от управляющей компании – это все-таки право жильцов. Требовать от них то качество и те услуги, которые они считают нужными. То есть не платить за непредоставленные услуги – это право тоже жильцу. Обращение в суд, обращение в прокуратуру, обращение в контролирующие органы, которые имеют полномочия и имеют возможность либо наказать, либо потребовать от управляющей компании. У муниципалитета, к сожалению, таких полномочий нет. Мы можем просто влиять и налаживать какие-то взаимоотношения, чисто, например, на каких-то переговорах, на каких-то доверительных взаимоотношениях. А наказать нерадивых руководителей управляющих компаний и сотрудников может только, безусловно, та структура, которая имеет на это полномочия. Поэтому в стадии банкротства, вот я повторюсь, что для жизнедеятельности нашего города, я думаю, что не повлияет. Мы все-таки держим ситуацию тоже на контроле. Управление жилищно-коммунального хозяйства прослеживает все процедуры, которые, в общем-то, проходят по судебным разбирательствам. Ну и сегодня, наверное, говорить рано о том, что они банкроты, потому что об этом скажет суд. Жанна Александровна, не могу не задать этот вопрос. Понятно, что вы человек публичный, люди вас знают. Естественно, их интересует не только ваша профессиональная деятельность, но и личная жизнь. Вот ходят разговоры о том, что в вашей личной жизни произошли изменения. Вот что-то вы можете как-то прокомментировать эти разговоры? Ну, разговоры, наверное, это все-таки слухи. Слухи – это внештатные сотрудники сплетен, да? А сплетни – это внештатные сотрудники все-таки клеветы. Поэтому я хочу сказать, что нет, моя личная жизнь не изменилась. Это все слухи, сплетни и клевета. Потому что на самом деле услышала о себе такое, что я даже, честно сказать, даже и не предполагала где-то подумать. И, как вы сказали, я человек публичный. К сожалению, на личную жизнь у меня времени не остается. А если остается какая-то минута, то я ее посвящаю своим любимым сыновьям, внучке, ну и две собаки у меня дома. Вот такой вопрос еще, может быть, тоже из серии слухов и разговоров. Планируется ли в администрации кадровой перестановки и новое назначение? Если да, это ваши какие-то решения или все-таки это позиция округа? Кадровые перестановки и назначения, то есть, ну, скажем так, что жизнедеятельность нашего города – это, наверное, все-таки как живой организм. Кто-то уходит на пенсию, кто-то увольняется, кто-то меняет место работы, место жительства и так далее. Если взять команду, с которой я работаю, то мы уже сработались. Я уже знаю недостатки и достоинства и руководителей, и специалистов. Поэтому на сегодняшний день лично я не планирую никаких кадровых перестановок. Ну, а если кто-то по собственному желанию, либо кто-то не выдержит все-таки нашего ритма, потому что ритм нашей работы, он не замедляется, а наоборот ускоряется, требования мои тоже, в общем-то, также не уменьшаются, потому что у нас очень большие планы на будущее. И для того, чтобы все это выполнить инертным людям, я думаю, что некомфортно с нами. Поэтому все может быть, не знаю, но планов у меня на какую-то перестановку, безусловно, нет. Ну и последний вопрос. В таком у нас получился блиц слухов. Скажите, правда ли, что вы совсем скоро пойдете на повышение и покинете ноябрь? Это, наверное, как и слухи по личной жизни. По изменению личной жизни нет, конечно. Конечно, планов у меня никаких не было, предложений на сегодняшний день пока никаких нет. Я хочу сказать, что если будут какие-то изменения, то вы узнаете первыми, из первых уст. Поэтому, если честно сказать, то, конечно, я приехала в город Налябск жить, работать и на долгие-долгие годы. И планы у меня достаточно грандиозные, мы их последовательно реализуем. И мне все-таки хотелось бы увидеть результат, может быть, по истечению, пусть не такого длительного времени, но по хотя бы 2-3 года посмотреть результат, который мы запланировали. Потому что большой объем работы проведен. И на самом деле, конечно, требуется исполнение того, что еще не сделано. Поэтому это все слухи. Я работаю в городе, но хотелось бы услышать, вы хотели моего повышения? Не дождутся. Кстати, хочу сказать, что наверняка слухи вот эти раздувают доброжелателей, но не те, которые желают добра, а те, которые наоборот. Либо кому я мешаю в городе. Но мне комфортно работать в городе. Очень интересная команда, интересные жители, интересный город. И здесь можно сделать очень многое, потому что на самом деле город этого заслуживает. Жанна Александровна, спасибо вам большое, что выбрали время, приехали к нам. Мы ответили, ну, где-то, наверное, на каверзные вопросы. Можно я скажу еще? Да. Мне хочется поблагодарить тех жителей, которые занимают активную жизненную позицию. И на самом деле, да, вы сказали вопросы каверзные, но это те актуальные вопросы, которые действительно существуют в нашем городе. И вопросы, которые требуют решения. Бездействие, оно и вызывает, наверное, порой недоумение людей. Я хочу сказать, что вопросы, которые мы сегодня с вами обсуждали, это те вопросы, которые мы обсуждаем и в кругу наших специалистов. Поэтому я с полной уверенностью могу сказать, что мы на правильном пути, потому что ни один из вопросов для меня не был новым. В общем-то, все то, что вы задавали, это все обсуждалось на протяжении, в общем-то, определенного периода. И определенная работа, как вы видите из моего интервью, она уже тоже проведена, а будет проведена еще больше. Еще раз спасибо за честность и откровение. Всего доброго. До свидания.